А вы знали, сколько всего производят в округе? Если нет, об этом расскажут на выставке продажи Дня труда. Местная выпечка, ткани, одежда, специи и даже военное снаряжение и снегоходы. Все это делают в нашем родном округе. Но сегодня главные не вещи, а люди, которые каждый день трудятся на этих производствах. В их честь все выступления и поздравления. Пусть работа всегда приносит нам только радость и чувство удовлетворения от полученного результата. Желаю успехов и веры в собственные силы, вдохновения и здоровья. Наши труды скажут за нас. С праздником! Особые поздравления от Геннадия Панина получили герой социалистического труда Валентина Матвеева и полный кавалер ордена трудовой славы Мария Дикова. В течение 34 лет работала телевизор Тесопоза Озерецкий, имея золотую и серебряную медаль. Существовали в праздничный день трудовые династии Орехово-Зуева. В этом году они заняли призовые места в одноименном региональном конкурсе. С 1939 года на Демиховском заводе трудится семья Лазаревых-Шабаш. Это отличный пример сохранения преемственности поколений. 12 членов семьи посвятили свою профессиональную деятельность Демиховскому машиностроительному заводу. Фамилия Корягинах неразрывно связана со сферой здравоохранения. Общий трудовой стаж этой династии насчитывает 265 лет. В скором времени об истории династии Корягинах можно будет узнать из книги, которая подготовлена к выходу. В зачитанном обращении губернатора к жителям было отмечено, что Подмосковье развивается благодаря профессионалам, которые трудятся с высокой отдачей. Нет никаких сомнений, что это так. Почетный знак за труды получили двое орехово-зуевцев. Трудовые коллективы отметили благодарностями главы региона. Ваш труд очень высоко оценивается правительством, губернатором. Спасибо, что вы трудитесь. Счастья, здоровья вашим семьям и достойной зарплаты. Особая награда ожидала в этот день Галина Крутова. Директор музея Дулевского фарфора получила звание заслуженный работник культуры Московской области. Ежемесячная посещаемость музея сегодня насчитывает более тысячи экскурсантов. Конечно же, в этот день говорили о том, что в стенах Зимнего собрались лучшие предприятия округа. Заслуги целых коллективов и отдельных сотрудников были отмечены наградами профсоюзов, почетными грамотами и благодарностями Московской областной думы и главы городского округа. Праздничные нотки в торжественность происходящего вносили выступления солистов и хореографических коллективов Орехова-Зуева. Субтитры создавал DimaTorzok